Сильно. Будьте любезны, поставьте плюсик или как-то просигнализируйте мне, что вы меня слышите, что всё хорошо, и мы с вами на связи. Так. Не вижу. Не вижу. Так. О, плюсик, всё отлично, всё отлично, всё, вижу вас. Значит, сегодня мы с вами поговорим про формирование естественной научной грамотности в новом учебнике, который вот-вот появится в виде книжки, потому что он уже есть в электронном виде, работали над ним больше года. Это была достаточно тяжёлая работа, потому что, ну, надо хорошо понимать, что очень многое изменилось за то время, которое вот прошло, так сказать, с предыдущих версий подобного учебника. Значит, ну, меня зовут Петра Мария Арсеньевна, я соавтор этого учебника, эксперт ЕГЭ и ОГЭ, ну, кандидат педагогических наук. Значит, вот, посмотрите, пожалуйста, как выглядит обложка нового учебника. Обратите внимание, он рекомендован к включению в федеральный перечень учебника, научно-методическим советом по учебникам. Мы сейчас ждём со дня на день федеральный перечень для того, чтобы убедиться, что всё хорошо, потому что, ну, экспертиз, он прошёл много. Вы видите, как выглядит обложка, она узнаваема, седьмой, восьмой, девятый класс. Он и знаком вам, и он где-то новый. Значит, обратите внимание, с учебниками можно ознакомиться на сайте. Сейчас вот по ссылкам и по этим корр-кодам вы можете ознакомиться и открыть страниц 20 где-то из учебника седьмого класса, из учебника восьмого класса и из учебника девятого класса. Полистайте, посмотрите. Он очень хорошо и классно сделан. Мы очень старались. Вебинары пройдут в марте. Вот, обратите внимание, и по седьмому классу, и по восьмому классу, и по девятому. Вот здесь ссылки, по которым можно присутствовать на этих вебинарах. Коллеги, я надеюсь, что там будет столько же много коллег, как и сегодня. Итак, несколько слов перед тем, как я перейду к естественно-научной грамотности, надо сказать по поводу вообще учебника. По поводу того, в чем отличительные, в чем фишки, так сказать, этого учебника. Значит, дело в том, что в нем присутствует некая единая схема изложения материала. Эта единая схема прослеживается в любом параграфе. Вы скажете, ну что там можно в этом параграфе новые написать? Ну вот можно, оказывается, можно. Можно сделать так, что любой параграф начинается с описания физического опыта или эксперимента. Согласитесь, если у вас какой-то, ну я не знаю, какого-то прибора в школе нет, очень обидно, что мы не можем детям показать демонстрационный эксперимент. Но мы можем открыть учебник, мы можем в конце концов открыть цифровой ресурс и вот по этой схеме сначала ознакомить с тем, как вот это физическое явление проявляется. Вот так он написан. Потом перейти к формулировке физических законов или к просто констатации их, потому что на самом деле это физика явлений, седьмой, девятый класс. А потом, что самое замечательное, каждый параграф заканчивается либо техническими применениями, либо жизненными применениями, либо вот как это явление или закон, или вот конкретно о чем идет сейчас речь, применяется в жизненных ситуациях. Как оно вот, где оно видно, когда оно встречается. Вот такая единая схема дает, ну, вот здесь вот, посмотрите, выложено в открытом доступе на медиатеке просвещения. Вот эта единая схема дает очень много учителю. Она дает ему то самое важное, что для вас все присутствующие здесь коллеги-профессионалы, все понимают, как много значит физический эксперимент в нашем предмете. Вот это дает нам опору на то, с чем мы должны работать. Вот мы с этого начинаем и применяем это каким-то образом в жизни. Вот посмотрите, я привела только один пример, я взяла один пример. Вот посмотрите, вот знакомство с физическими явлениями, взаимодействие молекул одного и того же вещества или взаимодействие молекул разного вещества. Вот проводится физический эксперимент. Кстати, он не очень сложный в реализации, не очень сложный. Ну, можно просто даже, так сказать, весы Жоли с этой целью исследовать, использовать. Второй – это, вы видите здесь, из того же самого параграфа, описание физического явления, на которое мы вот сейчас акцентируем внимание, да, мы говорим про притяжение между молекулами твердого тела или молекулами жидкости, находящимися на поверхности. Вот обратите внимание, да, мы говорим какие-то важные слова. А в конце мы пишем по поводу технических приложений, по поводу реальных жизненных ситуаций, которые бывают. Вот смачивание, вот несмачивание, вот бывает такой эффект, вот бывает такой эффект. Вот мы можем уменьшить трение, вот мы можем уменьшить взаимодействие между веществами, так сказать, с помощью жирных поверхностей. И тут же, между прочим, идет очень интересный разговор по поводу того, что случается с плавающими животными, водоплавающими птицами, если им намочить перья нефтяными продуктами. Насколько это вредно и почему это вредно? То есть и тут же отсыл к экологии, к окружающему нас миру. Учебник вполне имеет классическую структуру. Ту, к которой привыкли коллеги, которые многие годы эксплуатировали и использовали учебник Пёрышкина в старой редакции. Ну, то же самое построение курса, к которому вы привыкли. Я даю здесь структуру седьмого класса, структуру восьмого и девятого. Вы можете посмотреть. Посмотрите, пожалуйста, там очень большое количество материалов. Для вас приготовил Владимир Александрович Аполловский, наш методист издательства просвещения. Вот он сейчас здесь в качестве слушателя. Он будет отвечать на все вопросы, которые у вас возникают. Коллеги, можно задавать ему вопросы. Он будет на них отвечать. И заодно вы можете скачать там и сертификат, и структуру параграфов, и, так сказать, структуру учебников и восьмого, и девятого класса. Ну, то есть не ограничиться тем, что сейчас вы видите на экране. Значит, в учебнике очень четко выстроена методическая система. Такая единая система заданий, которую мы дифференцировали по уровню сложности. Согласитесь, написать сейчас физику плохо. Можно, конечно, но сложно. При том количестве редакторского, так сказать, коллектива, при том тщательности, которая проходит в экспертизе любого учебника, это сделать сложно. А вот сделать плохо методическую систему учебника можно. И тогда учитель не знает, как с этим совсем работать. Он не знает, что ему взять в руки. Вот чем заняться с детьми. Вот они сидят перед нами, вот 30, так сказать, лиц, 30 глаз, но надо же их чем-то занять. Они должны, и чем больше будет разнообразных заданий, отработку того или другого, так сказать, той или другой ситуации, чем разнообразнее эти задания, чем они интереснее, вот мы про это сегодня и поговорим, тем лучше. Собственно говоря, учебник, он отвечает тому, для чего он, собственно, создавался. Вот посмотрите, у нас кроме как вопросы к параграфу, это один знак вопроса, есть вопросы для обсуждения. Вопросы для обсуждения, там два знака вопроса. Это серьезные вопросы, которые требуют уже подключения, ну, умения рассуждать, подключения какой-то, так сказать, не только ты прочитал параграф и ответил на вопросы, то есть ты умеешь читать, но ты еще и пытаешься думать. Значит, упражнения. В упражнениях задачи самых разных типов. Конечно же, есть примеры задач. Вот, безусловно, примеры задач есть, их много, разобраны даже как записывать надо правильно, вот дано, найти, вот все вот это есть. Задания, вот обратите внимание, потом, после упражнения, идут задания. Задания бывают четырех различных типов. Этот учебник вообще экспериментальный получился. То есть в нем везде эксперимент, в нем везде, так сказать, огромное количество заданий экспериментального типа. Вот если вы полистаете, вы обратите на это внимание. В нем очень богатая экспериментальная база, в нем куча экспериментальных заданий. В нем есть исследовательские задания очень интересные, проектные задания, графические. Вот такие разнообразные системы заданий представлены здесь. В конце каждой главы у нас идет оригинальная достаточно вещь. Это задание на формирование функциональной грамотности. Это задание носит название «Обсудим». Почему «Обсудим»? Ну, потому что это не… Ну, мы сегодня еще про это поговорим. Это задание, которое требует умения рассуждать. Оно не имеет однозначного ответа, оно не имеет однозначного решения. Там может быть предложено множество вариантов решения. Вот сегодня мы про это поговорим. Но это именно то, что требуется нашим учащимся. Им требуется голову подключить. Вот мы им сделали возможность, мы предоставили им возможность подключить голову. Им должно быть интересно. Вот это самое важное. Когда мы заинтересуем их физикой в седьмом-девятом классе, они и впоследствии в десятом-одиннадцатом не будут апатичными и равнодушными к тому, о чем мы им говорим. Вот, наверное, это цель хорошего учебника – заинтересовать своим предметом. Также в итогах главы есть проекты исследования. На самом деле этого очень много, и с этим учителю, ну, в общем-то, удобно работать, потому что внимание на это обращается очень большое. Вот я теперь непосредственно перехожу, немножечко отвлеклась на то, что рассказала про основной, про сам учебник. А теперь я, собственно, перехожу к естественной научной грамотности. Коллеги, дело в том, что вышел приказ Министерства просвещения, вот он, 219-й приказ. Он говорит о том, что у нас формируется такая пятиступенчатая или пятиэтапная система оценки качества образования. Она включает в себя и всероссийские проверочные работы, и международные исследования, и национальные исследования качества образования, и государственные итоги аттестации, что, конечно, очень важно. Но и новое – это общероссийская оценка по модели ПИЗа. То есть вот то, в чем мы принимали раньше участие, когда у нас проходили международные исследования качества образования, а теперь у нас появляется такая общероссийская оценка по этой же модели. И поставлена задача, в общем-то, войти в десятку лучших стран по уровню функциональной грамотности. Ну вот, давайте мы сейчас про это поговорим. Тем более, что, собственно, важным является естественно-научная грамотность. Нам в нашем предмете интересна естественно-научная грамотность. Что это понятие включает в себя? Ну, я немножко про это скажу, хотя все, наверное, прекрасно знают, и, так сказать, я никакой Америки здесь не открою. Ну, прежде всего, это научные знания. Научные знания о физических системах. Это дают предметы физика и химия. Это научные знания о живых системах. Это дают биология. И научные знания о Земле и Вселенной, географии, геологии и астрономии. Вот это один и такой вот важный кирпичик. Методы научного познания, методы для получения научного знания и знаний исследовательских процедур, это наше физико-химическое, биологическое, это вот естественно-научные методы. Это тоже второй важный кирпичик. Вот мы про это все сейчас и с вами разговариваем. Дело в том, что по уровням естественно-научной грамотности в России, по результатам ПИЗа 2018 года, ну, в общем-то, средний балл в России, к сожалению, ну, невысок. Он составляет 478, что, в общем-то, соответствует только третьему уровню. Ну, в России на четвертый уровень выходит 14% учащихся, на пятый 3% учащихся и на выше шестой. Вот здесь вот написано вкратце, что каждый уровень означает, но выходит вообще 0,2% учащихся. Понимаете, это на самом деле... В общем-то, это не только средние результаты, а вот как пишет ссылка на Ковалеву Галену Сергеевну, это не просто средние результаты, а нет ни одной школы, которую бы поднималось выше. Хотя дети успешные встречаются, написано в ее исследовании. Вот, к сожалению, так. Нет ни одной школы, которая бы по уровню естественной научной грамотности поднялась бы выше вот этого вот третьего уровня. К сожалению. Вот, знаете, мы с вами сейчас люди от земли. Вот мы с вами говорим, мы с вами говорим как специалист со специалистом. Я такой же учитель, как и вы, и вижу, ну, то, что я вижу. Вот дефициты в обучении физики 7-9 классов, я их просто вижу. И давайте так, ну, вы можете согласиться, вы можете сказать, Мария Арсеньевна, вы совсем не правы, и я буду рада, что у вас есть, что мне сказать. То есть я в конце дам свою электронную почту, пожалуйста, напишите мне, если вы категорически не согласны с моей точкой зрения, пожалуйста. Я считаю, что у нас существуют определенные урода методологические дефициты. Ну, вот, допустим, если у нас встречается нестандартная жизненная задача, то, ну, они не распознают там физическое явление. Они не опишут даже это физическое явление научным языком, используя те термины, которые они используют в школе. Ну, я так считаю. Или, допустим, экспериментальные лабораторные исследования. Ну, существует большая сложность в основной школе применения элементов теории погрешности. Согласитесь, эта сложность, она присутствует. Есть, ну, тяжелая ситуация при работе с различными вариантами представления данных, с представлением графиков, диаграмм, таблиц, схем, интерпретации вот этого всего и понимания, о чем идет речь. В работе с реальным оборудованием у учащихся возникают проблемы, потому что, ну, надо же запланировать опыт, надо его описать, надо сделать вывод из того, что ты получил. И вот тут большие проблемы. Ну, большая часть нашего времени уходит на решение задач. Вот с точки зрения умения решения задач я вижу тоже определенные дефициты. Ну, в частности, вот качественные задачи, качественные задачи, для того, чтобы их решать, мешает так называемое понятие ситуационность знаний. Что это такое? Ну, наши дети проявляют знания преимущественно в тех ситуациях, в которых они их получали. А в других ситуациях, вправо-влево, туда-сюда, и все, и уже проблемы. Количественные задачи. Как только задача переходит за грань тех привычных, стандартных, так сказать, из года в год наработанных задач, ну, уже начинаются проблемы. Нестандартные варианты решений, варианты решений, которые опираются на жизненные ситуации, которые опираются на то, что написание того, что есть вокруг. Мои 11 классы, хотите верьте, хотите нет. Задачи по оптике, мы сейчас проходим оптику. У меня в этом году выпускные классы. Просто увидев задачку по оптике, которая занимала полустраница текста, они сразу же ее не берутся решать. Потому что, не, Мария Васильевна, там столько текста написано, это невозможно. Вот вы понимаете, это анекдот, но это не анекдот. Это наши дети. Это не смешно. В учебных проектах, да, существуют проблемы в учебных проектах, в понимании необходимых этапов и постановки проектной работы. До сих пор, сколько уже копий сломано по проектным исследовательским работам в физике, вот они до сих пор в достаточно такой ситуации непростой. Чтение, естественно, научных текстов. Но тяжело они их читают. Они клипом мыслят, клипами мыслят. Они не могут читать длинные, развернутые тексты, связывать отдельные куски текста между собой, понимать, что это связано с жизненной ситуацией, и каким-то образом эта жизненная ситуация проектируется в данном конкретном тексте. Ну вот эти дефициты я вижу, и я надеюсь, что вы согласитесь. Ну, я надеюсь, что вы согласитесь на то, что это вот так. Значит, ну и тогда получается, что существуют определенные проблемы в формировании естественно-научной грамотности, и можно их решать с помощью учебника? Можно. Вот это все мы очень хорошо анализировали перед тем, как начинать чего-либо писать. Вот смотрите, сущностные проблемы, ну, прежде всего, это формализм знаний. 70% учащихся не могут привести поясняющий пример. И не только смысл естественно-научных явлений, но и даже вот приведи пример такого же явления. Все, тормоз. Ситуационность знаний, я уже про это говорила. Если задача максимально приближена к жизненной ситуации, и нет ориентиров на способ действия, а еще, не дай бог, она содержит несколько решений, все, разрежить ситуацию оказывается только 15% учащихся. Дальше. Все задания, направленные на формирование и оценку естественно-научной грамотности, на самом деле, это задания на разрешение проблем, жизненных проблем. И если проблема предъявляется школьникам в целостном виде, вот, большая целая проблема, мы ее не разбиваем отдельно на предметные области, то с ней начинается, ну, в общем, такая большая сущностная проблема. Как мы будем решать и как мы решили, попытались решить эту проблему с помощью учебников? Ну, прежде всего, в учебнике нужны задания на прояснение смыслов. Задание типа «объясни», «приведи пример», «приведи проясняющий пример». А вот и почему, ну, аргументируй. В учебнике нужны примеры естественно-научных явлений и жизненных ситуаций. Нам надо увеличивать их кругозор. Они мало читают, потому что они мало читают, к сожалению. Но если это так, ну, давайте попробуем, пускай они будут читать учебник, пускай им будет интересно. Нужны задания от задачи к способу. Мы с вами всегда работаем от способа к задаче. Я себя ловлю на том, что мне проще дать пример одного способа решения задач, допустим, по газовым законам, да, трубки те же самые, газовые законы, и потом гнать эти задачи одного типа, так сказать, дано это, дано то, дано это, дано то, чтобы они отработали данный тип задачи. Ну, вот, как показывает практика, это неразвивающий способ. На самом деле он простой для меня, но он не развивает. Нужно включать в учебники эпизоподобные задания. Да, нужно их включать, и нужно учителям рассказать, как их решать, как к ним подходить. Понимаете? Необходимы задания на совместное решение проблем с возможными множественными путями решения. Но ведь, коллеги, это сложно. Когда у тебя вот эту ситуацию можно разрешить таким способом, а можно разрешить и таким способом. Но предложи свой способ. Ну, давай подключи голову, говорим мы учащемуся. Вот сегодня я покажу, как. И в учебнике, конечно, должны быть включены разнообразные пошаговые задания. Вот примеры заданий учебника на прояснение смысла. Вот обратите внимание, речь идет про опыт знаменитого французского физика Жан Пирена. Ну, достаточно, так сказать, известная вещь. Потом предложение повторить опыт Броуна самостоятельно, предложение сделать это с помощью таких-то, таких-то приборов. А потом идет задание, которое прямой отсыл к тексту учебника. Растворите небольшой кусочек краски в воде и рассмотрите капельки полученной смеси под микроскопом. Объясните наблюдаемое явление. Понимаете, в конце концов, вот ты прочитал кусок, ты потом сделал это задание, ну, объясни то, что ты сделал. Вот задание на прояснение смысла. А потом в том же упражнении мы говорим, ты, проходя мимо пекарни, ты чувствуешь аппетитный запах. Объясни это на основе молекулярной теории. Ну, попробуй связать два слова, попробуй вот то, что ты прочитал, применить к жизненной ситуации. Или пример с малосольными огурцами, которые нужно хранить в холодном помещении. Главное, что это жизненный пример. Главное, это конкретная задача на конкретное объяснение физического явления, которое имеет место быть. Вот восьмой класс. Примеры задания на прояснение смысла. Вы видите, да? Это стандартная задачка по поводу того, что происходит увеличение внутренней энергии металлического стержня, когда мы совершаем над ним работу, ударяем молотком. А потом вот мы ходим вниз, мы спускаемся к заданию и говорим, пользуясь рисунком, расскажите, как изменяется внутренняя энергия тела, когда на ней совершают работу. Опишите опыт, приведите примеры. Вот они, задания, предъявляющие, ну, так сказать, требующие прояснение смысла того, о чем говорится. А потом мы идем немножко дальше и в вопросах для рассуждений, помните, я говорила, что в вопросах для рассуждений это те вопросы, которые, ну, такие умненькие вопросы, которые требуют каких-то все-таки усилий над собой. Задачка немножко дальше идется. Чем объяснить, что при вколачивании гвоздя в стену его шляпка почти ингревается? Но когда гвоздь вбит, достаточно нескольких ударов, чтобы шляпка сильно нагрелась. Ну, пускай они пойдут дальше, пускай они сделают этот шаг. И здесь это все есть в учебнике. Это задание восьмого класса. Или, пожалуйста, задание учебника на прояснение смысла в девятом классе. Вот у нас звуковые явления происходят, изучение. Мы говорим по поводу того, что у нас есть прибор, который называется камертоном. Мы можем заставить колебаться ножки камертона. Можно обнаружить движение, ну, на самом деле, с помощью легкого шарика. Можно записать колебания камертона. А потом приведем в конце задание на рассуждение этого параграфа. Если по краю стакана наполовину на полную воду провести смычком, то на воде появляются мелкие волны. Объясните явление. Вот вы понимаете, они должны прочитать чуть-чуть больше. Ну, вот они должны прочитать это, а потом это, вот то, что прочитали, они должны перенести на вопросы с рассуждением. Это важно, потому что тем самым, ну, в конце концов, они начнут искать подводные камни в том, что написано. Это любопытно. Вот большое количество интереснейших материалов, честно вам скажу, и в седьмом, и в восьмом, и в девятом классе. Ну, учебник просто наполнен этими материалами. Это целая большая такая вот работа. Ну, посмотрите, о чем они. В тех примерах, которые вам Владимир Александрович приготовил, ну, много этих, так сказать, заданий. Они просто повышают общую эрудицию, естественно, научную. Задание типа от задачи к способам. Ну, вот мы начинаем идти к другому, мы начинаем думать, как же нам решать ту или другую проблему. Вот смотрите, трение в природе техники – это стандартная ситуация в седьмом классе. Логично, да? Мы говорим про трение, мы говорим по поводу того, что смотрим. Все-все-все это знают, это всегда стандартный материал. А потом идет такое задание. Побеседуйте со знакомыми вам автомобилистами и выясните, в каких узлах автомобиля необходимо увеличивать трение, а в каких уменьшать. Где оно вредно, а где полезно. Или посмотрите на подошвицы из зимних ботинок, кроссовок и летних туфель. Объясните, почему они отличаются. Вот немножко дальше они пошли. Они немножко дальше пошли. Они подумали. Чуть-чуть. Ведь это же вокруг нас. Вот этот материал, этого параграфа вокруг нас. Или задание. Докажите на опыте, что силы трения зависят от прижимающей силы. Пожалуйста. Или придумайте способ уменьшения силы трения при движении книги по столу. Коллеги, вот весь учебник, он насквозь пронизан огромным количеством экспериментальных заданий. То есть это то, что должно учить, думать наших учащихся. Вот мы очень на это рассчитываем. Задачи, вот от задачи к способу. Вы когда-нибудь видели постановку задачи, вот приблизительно такую, как в восьмом классе мы предлагаем. Смотрите, в ходе лабораторных экспериментов были получены графики зависимости температуры жидкости от времени. Вот графики приведены. Опишите, при каких условиях с вашей точки зрения температура жидкости может меняться со временем так, как показано на графике. Пускай фантазируют, но главное, пускай запомнят, что она никогда линейно не меняется. Понимаете? Она никогда линейно не меняется. Эти цифровые датчики, которые попали все-таки в школу, позволяют это визуализировать. Они позволяют убедиться, что это действительно так. И пускай они сфантазируют, как сейчас проводится этот эксперимент. Что мы делаем, чтобы температура времени менялась именно таким образом. Или, пожалуйста, рядом, опять-таки, такая задача, вот задача к способу. Вот ученик Ваня Петров приехал к бабушке на зимнюю каникулу. Ему выдали сгоревшую гирлянду. И какую-то схему Ваня Петров предлагает. Какую схему предлагает Ваня Петров? Чтобы эта схема все равно работала даже при перегоревшей лампочке. Аргументируйте свое предложение. Им надо нарисовать, им надо аргументировать. Нужно включать в учебники пизоподобные задачи. Но ведь мы включаем это и в седьмом классе. Обратите внимание, достаточно интересные задания. Достаточно интересные. Плюс ко всему, они жизненные. Я много видела подобных вещей. Но и интересно, если это заставляет их немножечко пойти дальше, подумать, как применить это явление. Тем более, что пизоподобные задачи здесь. Они обладают действительно избыточными данными. Они написаны, они большие. Их надо прочитать. В них надо вникнуть. Вот посмотрите, вот они перед вами. Вот, допустим, в восьмом классе мы приводим знаменитые описания опыта, взятые из популярного учебника физики и известного педагога Краевича. Это так называемый ледяной калориметр. Очень интересный кусочек с очень интересным экспериментом. И на самом деле, это прекрасный вопрос для обсудим. Это он несет в себе огромное количество дополнительных, дополнительной информации. Плюс ко всему, еще и можно в конце концов сделать такую проектную работу. Девятый класс. Вот здесь разнообразное обсудим. Коллеги, я прекрасно понимаю, что, в общем-то, с этим надо знакомиться, это надо читать, это надо смотреть. Ну, мне было интересно дать какую-то вот изюминку в каждую из этих писоподобных задач. Понимаете, вот в частности, я очень люблю книгу Тарасова «Физика в природе». Я думаю, что все окружающие ее тоже любят. Те, кто там с той стороны сидят, они тоже любят книжку. Поэтому я и привела вот эту задачу обсудим в девятом классе, опираясь на данные этой прекрасной книги. Мы, конечно же, формируем естественно-научную грамотность физики в учебных практиках, в учебных деятельностях в естественно-научном эксперименте. Это лабораторная работа наша, да? В учебно-сотрудничестве на уроках естественно-научного цикла, в различных учебных исследованиях и проектах по физике, химии и другим предметам. Конечно, и вот об этом мы сейчас поговорим. Вот посмотрите, в седьмом классе мы даем разнообразные методы для получения научного знания. Вот с левой стороны вы видите метод малых величин. Вот он метод малых величин. Ну, или моделирование, которое тоже с левой стороны приведено. А с правой стороны я говорю про то, что мы даем им знания исследовательских процедур. Понятие погрешности в обязательном порядке есть в седьмом классе и о нем очень подробно и много говорим. Я эксперт ОГЭ, и я понимаю, как сейчас мы должны, ну, с учетом того, что второй год нет ОГЭ, но при этом нас учили тому, как мы должны проверять эти экспериментальные задания. Мы должны их применять, проверять с учетом погрешности. Вот мы должны посмотреть на погрешность. Коллеги, поэтому вся погрешность в седьмом классе есть. методы для получения научного знания в восьмом классе или знания исследовательских процедур в восьмом классе. Это, допустим, изучение устройства калориметра. Это стандартная задача, но она важная, потому что это опять-таки то, что можно взять в руки и то, с чем можно поработать. И заметьте, пожалуйста, все, что касается прямых измерений, все делается с помощью погрешности. Вот они все в табличках присутствуют. Методы для получения научного знания. Опять камертон, опять два эксперимента. И тут же задание по поводу этих методов. Мы спрашиваем, а с помощью каких предметов, кроме камертонов на резонаторных ящиках, можно продемонстрировать явление звукового резонанса. А это не просто. Это не простой вопрос. Они должны подумать. Они должны прикинуть, какое бы устройство сделать для того, чтобы это получить. Или первый раз мы вводим многократные измерения в девятом классе. Вот обратите внимание, вычисление ускорения свободного падения производится с помощью многократных измерений. Вы все знаете, эту лабораторку она дает очень неточное значение. Но и можно получить значительно более точное, если провести многократные измерения времени. Вот описание эксперимента. Вот кусочек, который показывает нам, что мы проводим многократные измерения в этой конкретной лаборатории. Задание проектного типа. Ну, конечно же, умение решать проблемы формируется, как никогда, в проектной исследовательской работе. Поэтому темы проектов, это важно. Они есть и в седьмом классе, они есть и в восьмом классе, они есть и в девятом. То есть вот через весь учебник идет огромное количество экспериментальных заданий. Не знаю, донесла ли я до вас, потому что мне очень не хватает, конечно, какой-то обратной связи. Я плохо вижу, кто что вообще говорит. К сожалению. Вот я совсем не вижу. Да. Я не вижу, кто чего говорит. Совершенно. Да. Никакой обратной связи, к сожалению. Значит, прошлый вебинар, про который я читала на прошлой неделе, возник вопрос по поводу дополнительных пособий к учебникам. Ну, вот к этим, двум учебникам существует достаточно большой шлейф разнообразных учебников, разнообразных пособий, с помощью которых можно работать. Он переработан, он, так сказать, вот, посмотрите, у нас есть следующее пособие из линии «Перышки на годник», вот, к которым вы привыкли, с которым вы работаете все время, да. у нас есть методические пособия по подготовке к всероссийским проверочным работам, у нас есть сборник вопросов и задач, ну, в том числе и Лукашек, всем известный, который, и вот, сборник задач Морона. В общем-то, ну, большой шлейф методический накоплен и большой шлейф методический мы предлагаем вам использовать, потому что вот этот новый учебник, вместе с тем, он очень знакомый вам учебник. В нем очень много того, к чему вы привыкли, с чем вы давно и много имеете, так сказать, много времени работали, когда вы работали раньше. Значит, теперь я хочу сказать, что существует определенная преемственность между линиями основной и старшей школы. Вот, я обращаю ваше внимание, что вот этот учебник, так сказать, 7-9, он, что называется, может быть продолжен на базовом уровне в учебнике Мякишев-Петрова, в котором я являюсь, с автором, он на тех же самых принципах построен, у него та же самая схема изложения материала, у него те же самые задачи для рассуждений, у него много других интересных вещей, которые вы можете про него прочитать, я надеюсь, там внизу будет ссылка, либо вы можете перейти на знакомый вам учебник базового и углубленного уровня Мякишева, Буховцева, но в любом случае вы преемственность соблюдете. Вот те ссылки, про которые я вам говорила, про формирование инженерных компетенций в старших классах, про новый УМК по физике для старших классов, ну, в общем-то, он уже давно, этот учебник живой, он уже давно в ходу, он уже давно существует в виде печатного издания, я давно с ним уже живу, мои дети по нему учатся зачастую, так что, вот, коллеги, знакомьтесь, и это тоже, наверное, будет интересно вам. Значит, ну, я, наверное, завершаю свое такое очень, так сказать, эмоциональное выступление, я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы были, что вы пришли, и хочу сказать, что, да, материалы для скачивания у вас все есть, используйте это, обращаю ваше внимание, если вдруг вам интересно, ну, коллеги, вы вполне можете задать мне по этой электронной почте, по этой электронной почте, любой вопрос, я с удовольствием с вами поделюсь материалами какими-то, я с удовольствием поделюсь своими мыслями, очень приятно, что ДНР с нами, это здорово, и тем более, что вся наша большая страна, в общем-то, здесь проходит через, сейчас, вот с той стороны, говорит мне спасибо, очень приятно, коллеги, очень здорово, что вы были здесь. Значит, я надеюсь, что Владимир Александрович ответил на ваши вопросы, Владимир Александрович ответили, да? Ну, ответили как-то, да, да. Значит, коллеги, вам спасибо за то, что вы здесь были, ну, я очень надеюсь, что у вас все сложится хорошо, и что, так сказать, ближайший год будет более удачным, чем до того. Хорошо, спасибо, Татьяна Владимировна, за хорошие слова, спасибо вам огромное. Да, коллеги, была рада вас всех слышать, всего хорошего, я прощаюсь, я прекращаю вещание и Горному Алтаю, и Сибири, и Дальнему Востоку, всем большой привет. Все, до свидания, коллеги, всего хорошего. Продолжение следует...